Здравствуйте! С Вами Лара Шум. Медитация на омоложение. Ее основа взята из книги Мирзакарима Нарбекова «Опыт дурака или ключ к прозрению, как избавиться от очков». Представьте сейчас, что есть место на земле, попадая в которое, человек может омолаживаться. Я Вас сейчас попрошу убрать рациональное мышление, логику и просто от всей души погрузиться в фантазию и воображение. Постарайтесь увидеть, ощутить и запомнить себя именно таким, каким Вы намерены быть. Увидеть, как выглядят Ваши ноги, руки, торс, лицо, глаза. Каково там внутри, в душе? Для начала мы войдем в глубокое трансовое состояние для лучшего погружения и работы с подсознанием. Итак, сейчас выбери точку, на которой ты можешь зафиксировать свой взгляд. Зафиксируй свой взгляд на одной точке. Помести туда все свое внимание. Все свое внимание. Очень хорошо. Сейчас я буду считать от одного до пяти. И когда я скажу пять, твои глаза закроются, веки опустятся вниз, и ты погрузишься в приятное, расслабленное состояние, похожее на сон, но не являющееся им. Один. Ты внимательно смотришь на одну точку, в одну точку пространства. Ты сосредоточен на этой точке пространства. Два. Все свое внимание сосредоточено на этой точке, не только свой взгляд, но и свои мысли, но и свои мысли. Три. Чем более пристально ты смотришь, тем больше эта точка выделяется из окружающего пространства. Окружающий фон может немножко расплываться. Ты можешь даже почувствовать некое напряжение в мышцах век. Твои веки моргают, моргают. Все чаще и чаще. Очень хорошо. Четыре. Сделай глубокий приятный вдох. И пять. Веки опускаются вниз. Глаза закрылись и плотно сомкнулись. Так лучше, так удобнее. Пошло полное расслабление. Полное расслабление. Очень хорошо. Ты все время будешь хорошо слышать мой голос, понимать каждое сказанное мною слово. Мои слова будут инициировать, порождать образы, определенные переживания, эмоции, ощущения, мысли. Сейчас почувствуй свои веки и сделай свои веки полностью расслабленными. Пускай они расслабляются до такой степени, что просто не будут работать, потому что станут полностью расслабленными. И не потому что я так говорю, а потому что ты можешь почувствовать это приятное расслабление век. Очень хорошо. Когда они стали так хорошо расслаблены, проверь их. Убедись, что они не открываются. Не открываются. Ты пробуешь. Они остаются закрытыми. Очень хорошо. Ощущение расслабления, которому ты позволил, позволило возникнуть в веках, перенеси на макушку головы и позволь макушке стать такой же расслабленной, как и твои веки. Ощущение расслабления с макушки головы направляй сейчас внутрь и вниз, 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 вниз. Как мягкую, теплую, расслабляющую волну, позволит и волне расслабления докатиться до кончиков пальцев рук и ног, расслабляет твое тело в десять раз глубже, в десять раз глубже, чем когда твои глаза были открыты. Очень хорошо. Сейчас ощути, почувствуй расслабление каждой клеточкой своего тела. Любые ощущения в теле нормальны и естественны. Нормальны и естественны. Тяжесть, легкость, ощущения распирания. Любые ощущения в теле нормальны и естественны. Просто обрати на них свое внимание. Почувствуй свои руки, левую руку от плеча до кончиков пальцев. Позволь ей стать тяжелой и расслабленной, как железнодорожная рельса. Тяжелая и расслабленная, как рельса, как плеть. И правая рука от плеча до кончиков пальцев, расслабленная, как плеть, как тяжелая рельса. И сейчас представь, что я нахожусь рядом с тобой. Я аккуратно беру твою левую руку за запястье, приподнимаю невысоко на несколько сантиметров, ощущая, что твоя рука под действием силы твоего воображения стала очень тяжелой и расслабленной. Я отпускаю ее. Она падает вниз, как пакет, набитый песком. Расслабляешься глубже. Каждый раз в этом погружении, когда я буду говорить это слово «глубже», это означает, что ты можешь погружаться еще глубже, зная, что чем глубже погружаешься, тем приятнее ощущение в теле. Уходит любое напряжение, любая усталость. Тело расслабляется еще глубже, ощущения приятные. Каждое слово «глубже» действует, как падение руки. Погружаешься еще глубже. Очень хорошо. Ты хорошо слышишь мой голос. Это состояние уже естественно для тебя, привычное. Ты можешь позволить себе находиться в нем достаточно долго для того, чтобы совершить определенную важную и полезную терапевтическую работу. Очень хорошо. А сейчас, вновь обрати внимание на веки, они закрыты, они закрылись и плотно сомкнулись. Представь, что ресницы склеились, сейчас они склеились, как будто невидимым суперклеем, который будет держать веки сомкнутыми до конца этого сеанса. Когда я скажу «десять» и не раньше, веки распахнутся, глаза откроются в конце этого сеанса. А сейчас они будут оставаться закрытыми, проверь их, убедись, что они не открываются, они не открываются. Перестань проверять и расслабься еще глубже. Ощущение расслабления перенеси на макушку головы и позволь макушке стать такой же расслабленной, как и твои веки. И через несколько секунд во время моих слов ты направляешь это ощущение расслабления внутрь, внутрь, внутрь. Сейчас вниз, 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 глубже, 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 глубже. Все накопленное тобою ранее расслабление удвоилось. Все тело как будто завернуто в тончайшее покрывало расслабление, которое дает возможность расслабиться каждой мышце, каждой клетке, каждому нерву в твоем теле. Полное расслабление. Полное расслабление. Очень хорошо. И при этом ты прекрасно слышишь мой голос, понимаешь все, что я тебе говорю. Ты легко можешь выполнять в своем воображении все инструкции. А сейчас почувствуй точку между бровями. Точка внимания внутри твоего тела. Точка между бровями. Если в какой-то момент твои мысли могут уносить тебя куда-то или появляться какие-то случайные побочные образы, переживания, просто возвращая внимание в точку между бровями. И ты снова получишь возможность ясно слышать мой голос, осознавать каждое мое слово, позволяя испытывать себе определенные чувства, переживания, эмоции, ощущения. И в третий и последний раз, обрати внимание на веки, они полностью расслаблены и не работают. Ресницы склеились, склеились, склеены. Представь, что за твоими веками глазами есть другие внутренние глаза. Их тоже можно закрыть. И когда ты закрываешь эти внутренние глаза, ты можешь обнаружить, что внутри стало еще темнее, теплее и спокойнее. А мысли, которые будут появляться, это как пузырьки в стакане с газировкой, которую только налили в стакан. Сначала их много, а потом их все меньше, 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 а потом никаких пузырьков мыслей нет. Очень хорошо, перенеси все свое внимание на макушку головы и представь там в три раза больше расслабления, чем раньше. И сейчас сам, сама, на одном из спокойных, приятных выдохов направь это расслабление внутрь, внутрь, вниз, 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 вниз. Глубже, внутрь, вниз, удваивая, утраивая все накопленное тобой ранее, расслабление. Очень хорошо, прекрасно, ты все делаешь правильно. Мы переносимся в то мистическое место на земле, где происходит слияние четырех стихий – воды, огня, воздуха и земли. Неважно, где оно будет находиться в вашем воображении. В этом прекрасном месте есть двухэтажный маленький домик. На втором этаже ваша спальня. Окна открываются в четыре стороны. С одной стороны – океан. С другой – бескрайние поля, уходящие за горизонт. С третий – благоухающий лес, залитыми солнцем цветочными полянами. С четвертой – горы. Начнем с момента пробуждения. Утро. Слышен звук океана, вы в постели. Окна открыты настежь. Легкий, прохладный ветерок, неся в себе запахи земли, запах цветов, запах хвойных лесов, запах океана. Осторожно, с любовью гладит ваши волосы, ваше лицо и шепчет вам. Доброе утро, радость моя. Доброе утро, любовь моя. Тебя ждет волшебный день. Ты мысленно подтягиваешься, нежно, с наслаждением. Открываешь глаза и видишь, как поднимается солнышко. Постепенно пробуждаясь, как ребенок, поднимаешь свою головушку с подушек облаков. Вокруг весело поют птицы, за окном фейерверк из бабочек. Слоны трубят о твоем прибытии в этот мир. Потому что каждое твое появление здесь вызывает укрепление всего живого, укрепление всего, что там есть. Ты действуешь на этот мир омолаживающе, и он на тебя точно так же. Ты встаешь, босиком ступаешь по прохладному полу, спускаешься по лестнице, выходишь на крыльцо, и, о, Боже, до чего чисто, до чего свежо, до чего прекрасно. Перед тобой песчаный берег океана, прозрачная гладь воды. Ты берешь полотенце и поели заметной тропинки, наступая на влажную от росы траву, вдыхая свежесть утра, ароматы цветов, идешь в сторону водопада, где бушует стихия. И это не просто водопад. Возникнув из маленького родника в расщелине скалы, пробивая себе дорогу, он вобрал силу скалы и превратился в мощный водопад. Каждая капелька, преодолевая трудности пути, очистилась и обрела волшебную мощь. Приближаясь к своему водопаду, вы подходите к подножию скалы и любуетесь игрой солнца в хрустальных брызгах воды. С наслаждением вдыхайте влажность и чистоту воздуха, растворяйтесь в нем. Представьте, в каждой капельке солнечный свет, в каждой капельке радуга. Этот водопад несет в своих ладошках радужное ожерелье чистоты, молодости, свежести, бодрости, красоты. Ты мысленно сбрасываешь с плеч одежду, а вместе с ней все прошлое. Возраст, тяготы жизни, обиды, сомнения, напряжение, все, что накопилось за эти годы. Солнышко и ветерок начинают ласкать твое тело. Мысленно сделав глубокий вдох, уходи под водопад. Представь, на тебя обрушивается каскад радости, каскад бодрости, счастья, свежести, юности. От прикосновения волшебных капель вибрирует все тело, а кожа становится гладкой, упругой, бархатистой, как у младенца. Почувствуй, как вода струится по коже, смывая все поверхностное, наносное, ненастоящее. С каждой секундой ты чувствуешь все большую и большую легкость, бодрость, чистоту. Ты наслаждаешься тем, что происходит с тобой. и, о чудо, вдруг вода начинает проходить насквозь, унося все, что чуждо здоровью, все, что чуждо спокойствию, все, что чуждо гармонии. Ты видишь, как густая черная слизь ваших потерь, обид, разочарований, поражений, болезней, стекают подники и исчезают в волшебной воде, растворяется навсегда. Ты ощущаешь, как с каждой секундой обретаешь все большую легкость, свежесть, бодрость, величественную красоту и вместе с тем силу, уверенность, царственное спокойствие. Ты выходишь из-под водопада, мысленно посмотри на свое тело, ноги, руки, спину, живот, грудь, шею, лицо. Посмотрите на себя со стороны. О, чудо! Какое совершенство, какая красота, но самое главное прислушайся. Какая гармония в душе, свет в разуме, сила в духе. Ты могуществен, могущественно в созидании, в творении. Ты ангел света, ты ангел добра, ты ангел любви. С возрождением! Запомните это состояние, чтобы стать для людей источником света, добра, любви, вдохновения и силы, потому что тебе еще предстоит вернуться на поле битвы, где добро и зло находятся в вечном бою за душу человека. А теперь сматриваемся в небеса. Ты ясно видишь птиц, парящих высоко-высоко. представь, как ты улетаешь ввысь, чтобы впитать чистоту небес. Расправляем плечи, готовимся к полету и даем небольшое волевое напряжение, волнение, ожидание полета и повеление полета. Начинаем отрываться от земли легко-легко. Свободно улетаем лысей вперед. От встречного ветра вибрирует тело, от ощущения полета радуется душа, ликует воля. Ты стремишься вперед, где бушует стихия. Ты купаешься в чистоте белых облаков, в лучах яркого солнца и впитываешь каждой своей клеточкой чистоту и яркость. Ты обнуляешься. Ты понимаешь, что теперь правит только одно твое желание, одно стремление, одно стремление, и ты летишь ввысь, ввысь, ввысь. Впереди белые серые облака и черные грозовые тучи, но одновременно светит солнце. Молния еще далеко, но гроза приближается. Первые капельки. Впитываем солнечный свет, впитываем чистоту, впитываем свежесть, впитываем образ красоты, образ юности, образ зоркости. Представьте, как ваше тело с каждой минутой, с каждой секундой приобретает одну за другой именно те черты, о которых вы мечтали. приближаемся к белым облакам, несущим себе сказку детства, сказку юности, несущим себе первую любовь, чистую, возвышенную, несущим себе звездные ночи и проходим насквозь. Ты впускаешь в себя великие гимны юности, безопасности, свободы. Ливень приближается, он уже виден. Ты летишь над полями, и ты вбираешь в себя запах влажной соломы, аромат знакомых и незнакомых цветов. И ты в полете, ты свободна, свободна, ты свободен. Ты летишь навстречу бушующей стихии туда, где встретились два великих влюбленных, небо и земля в едином экстазе любви. И от этого экстаза в небе разбушевалась гроза, ливень, молнии и звуки раскатистого грома. Ты посреди разбушевавшейся стихии и вбираешь в себя силу молнии. ливень ливень смывает с тебя все прошлое и наполняет весенней свежестью и чистотой. Раскинув в полете руки и ноги, ты втягиваешь в себя волшебную силу стихии, бушующий ураган любви, ураган созидания, ураган творения, долгожданную чистоту, долгожданную бодрость, свежесть, легкость, щедрость, доброту. Каждая волосинка, каждая клеточка, каждый сосудик накапливают эту мощь волну за волной по нарастанию. Помни внутренние ощущения свободы, запомни. в этом воображаемом полете впитай все то, что ты считаешь совершенным. браво, умница, молодец, ты видишь себя совершенным, вновь. ты возвращаешься к своему домику, стихия остается далеко позади, мысленно входи в дом, подойди к зеркалу и смотри в него. Ты видишь себя сильным, сильной, молодым, молодой, здоровым, здоровой, зорким, зоркой человеком. Полюбуйся собой. А теперь танец. В этом воображаемом танце постарайся быть принцессой, королевой, повелителем, повелительницей, кем хотите. Ты видишь огромный зал, блестящий паркет, колонны, а за колоннами море и звездная лунная ночь. Ты можешь посчитать звезды, каждую из которых четко различаешь на небосводе. Музыканты в белых одеяниях смотрят на тебя добрыми глазами. Они будут играть только для тебя. Ты появляешься в бальном наряде и все присутствующие обращают свои восхищенные взоры на тебя. Музыканты как будто ждали этого момента и при твоем появлении начинает играть величественный вальс. Ты мысленно танцуешь с любимым человеком, не отрывая друг от друга взора полного нежности, любви и счастья. А главное запоминаешь внутреннее состояние, состояние души и запомни любовь, уважение к себе, любое внимание к себе не могут остаться без результата. Любое внимание к себе не могут остаться без результата. Сейчас возвращайся в этот день, ощущая себя у себя дома, на своем кресле, диване, стуле. Через некоторое время, когда я скажу десять, твои глаза откроются, широко распахнутся и вся эта работа, которую мы с тобой проделали, ты проделал, проделала, в своем воображении уйдет глубже, глубже, на уровень подсознательный, скрытый от внимания и контроля сознания, для того, чтобы помогать оттуда тебе в твоей повседневной деятельности так, как тебе это будет максимально комфортно, удобно, полезно и необходимо. Я буду считать от одного до десяти. Когда скажу десять, глаза откроются, и ты почувствуешь себя хорошо, расслабился, расслабилась, хорошо отдохнул, отдохнула, голова ясная, новые интересные мысли, в теле приятные ощущения, один. Позволь телу сделать более глубокий вдох, и когда тело как бы само сделает этот более глубокий вдох, усилий его. это сигнал о том, что можно возвращаться. Два. Пошевели кончиками пальцев рук, кончиками пальцев ног. Три. потянись. Сейчас возникнет движение в твоем теле, движение растягивания, потягивания. Четыре. Подвигай головой, шеей, плечами. Пять. Ты хорошо отдохнул, отдохнула, ты позволяешь всему произойти, тому, о чем ты думал, думала, только позитивные вещи реализуются. Шесть. Голова легкая и ясная, любые дискомфортные ощущения пройдут, даже если они могли возникнуть, они пройдут, когда твои глаза откроются. Семь. Восемь. Несколько более энергичных движений, тонус вернулся в тело. Девять и десять глаза открываются. Можете сказать мяу. Сказали? Слава Богу, что хоть не разучились говорить на нормальном языке. А теперь сравните свой сегодняшний облик с образом из вашей фантазии. Есть разница, да? вот эта разница и есть тот объем работы, который необходимо выполнить в ближайшие полтора-два месяца. С вами была Лара Шум. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и оставляйте комментарии. И что лара Шум? Подписывайтесь